Сотрудники Парфенской библиотеки к предстоящему юбилею района готовят проект селяне 21 века. Он расскажет об интересных людях, живущих в местных деревнях. Одним из первых героев стал Дмитрий Корниенко. Коренной петербуржец 10 лет назад перебрался из родного города на Парфенскую землю и свой новый дом превратил в настоящий музей. Десятки старинных часов на 10 квадратных метрах. И так практически в каждой комнате и в каждом коридоре. Английские, немецкие, голландские, французские, японские. Механические часы различных эпох и конструкций. Каждый со своим ходом и боем. Свою коллекцию хозяин собирает уже более 15 лет. Находит на интернет-аукционах сломанные образцы, те, что подешевле, и чинит. Что-то затем продает, что-то оставляет себе. Я привожу часы, например, в соответствии с тем, что они, да, соответствуют возрасту. Да, они старые, да, корпуса старые. Да, я могу немножко его подновить. Но я не буду его доводить до состояния заводского, как он был там в 18-19 веке. Все-таки в моем представлении антикварная вещь, она должна именно выглядеть как антикварная вещь, а не выглядеть как будто ее только что привезли из магазина. Дмитрий Корниенко – самоучка. Заинтересовался часовыми механизмами в 13 лет. А уже через год стал настоящим мастером. И часы в ремонт ему несли все соседи. Долгое время для него это оставалось просто увлечением. По основному образованию Дмитрий – учитель. За свою жизнь сменил немало специальностей, но в конце концов отдался любимому делу. Поверьте мне, живые часы на руке, особенно механические, это гораздо приятнее любых кварцевых, электронных и так далее. Отдельная часть коллекции посвящена истории звукозаписи. Исправный фонограф конца 19 века и восковые валики от Edison Records. Еще более древний симфонион – музыкальная шкатулка со съемными стальными дисками типа перфокарт. Ну и более знакомые нам проигрыватели пластинок, которые до конца 40-х делали не из винила, а из шлака. Это смола. Они обладали очень высокой прочностью. Иголки стальные стирали за 2-3 проигрывания. А сами пластинки, если падали, разлетались, как каленое стекло. Дмитрий рад гостям в своем музее. Готов часами рассказывать об особенностях механизмов, истории часов. Может показать мультфильм на одном из первых домашних проекторов. Проксиноскоп и даже волшебный фонарь. Из Пархинского района Алексей Дмитриев, Илья Круглов. Новости. Новгородское областное телевидение.